Всем привет, с вами Глент и вы на моем канале. Сегодня, ребята, для меня будет очень-очень сложный ролик, потому что я очень-очень невнимательный. Я буду пытаться искать отличия в картинках. Да, концепция ролика очень простая, но мне кажется, она очень прикольная, потому что вы тоже сможете участвовать в этом ролике. Если вы найдете отличия, которые я не нашел, обязательно спускайтесь в комментах и пишите, Йоу, Глент, ты пропустил отличия? Короче, для меня в этом ролике челлендж такой. Искать отличия, а для вас досмотреть этот ролик до конца и не взбеситься, потому что, мне кажется, вы будете очень сильно гореть на меня. Я реально очень внимательный. Я однажды верблюда на пляже не увидел в нескольких метрах от меня. Мама такая говорит, Йоу, верблюд, ты делаешь? Я такой, где? А он вот, вот он шагает, вот тут вот. А я его не вижу. Ну, еще мини-челлендж вам сверху. Поискать отличия и обязательно поставить лайк под этот ролик. Кнопочка лайка снизу, а мы начинаем. Ну что ж, вот наша первая картинка, картинка с губкой Бобом. Итак, погнали, ищем первое отличие. Я, наверное, начну сканировать все сверху. Вижу вот тут вот два пузырика, здесь тоже два пузырика. Окей, идем дальше. Листок салата, лук, мясо. Где первое отличие? Я знаю, что на этой картинке их 10, но я пока что вообще ничего не нашел. Так, погнали. Мне кажется, вот тут вот и вот тут расстояние разное, нет? А может быть и нет. Блин, я не знаю. Ребята, мне кажется, вы уже нашли, а я нет. Я чувствую себя тупым. О, нашел первое отличие. Вот тут вот помидорчик есть, а вот тут-то его нету. Окей, первое нашли, идем дальше. Так, кусочек мяса, я могу его увеличить? Да, три полоски. Здесь тоже три полоски, я понял. Хорошо, ничего нету. Так, губка боб. Раз, два, три лестницы, раз, два, три лестницы. Здесь тоже раз, два, три, раз, два, три. Угу. Зубы на месте, язык тоже на месте. Блин, ребят, я не могу найти, это тупо. Да нет, ну это легкая картинка, там дальше будет сложнее, я здесь не могу найти отличие. А вот здесь вот расстояние, вам не кажется, что оно разное? А, нет, блин. О, нашел еще одну, смотрите. Здесь вот есть ручка от тумбочки, а вот здесь ее нету. Я нашел второе отличие. Из десяти. Капец, как тяжело. Кстати, хотите прикол? Я из Беларуси, и там мы называем эту штуку не тумбочка, а шуфлядка. Ну, я не знаю, я когда в России об этом говорю, все такие, что, что, что ты сказал? Это шуфлядка, это не тумбочка. Я нашел только два отличия, капец. Нашел еще одну, смотрите, здесь вот есть пузырик, а здесь его нету, окей. Три, уже хорошо, уже идем нормально. Так, здесь все чисто, ноги спанчбоба. У спанчбоба, в принципе, все окей. Галстук у спанчбоба, смотрите, здесь есть, а тут опять нету, окей. Четыре отличия, идем уверенно. Котлетки две, здесь тоже две, блин, я не понимаю. У помидоров тоже все хорошо. Лук на месте, но на месте, блин, а где еще отличия? Я не знаю, где их искать. Ребят, вот вы видите отличия или нет? О, нашел походу, подождите. Вот, да, смотрите, здесь вот этот вот шуруп есть, а здесь нет. Капец, ну тоже засунули, блин, фиг пойми, куда. Итого у нас уже пять отличий, половину нашли, нужно еще половину. Как это сделать? Как их найти? Сейчас челлендж для вас. Найдите одно отличие вот в этих картинках. Раз, два. Ну, давайте. На самом деле, отличие очень простое. Если у тебя вот такая вот кнопка под этим роликом, то значит, ты не подписан на канал, у тебя нет регулярного контента, и ты нас не поддерживаешь. А если у тебя вот такая кнопка под этим роликом, ты подписан на канал, ты нас поддерживаешь, получаешь регулярный контент, повышаешь себе настроение, и числишься в рядах нашей семьи, семьи канала Глеб. Но еще не поздно изменить красную кнопку подписаться на серую. Просто спускайся под этот ролик и нажимай на нее. Подписывайся на этот канал, здесь очень прикольно. Вот, например, сейчас ты смотришь на человека, который не может найти отличия. И, наверное, смеешься надо мной, потому что ты можешь. Но для нас главное, что тебе весело и смешно. Поэтому обязательно подписывайся, чтобы не пропускать такой контент. Так, может быть, в шапке дело? Нет, да в шапках все хорошо. О, нашел! Смотрите, пузырик есть, а здесь пузырика нету. Окей. Так, идем дальше. Еще 4 отличия. Где они могут спрятаться? Еще раз сканирую всю картинку. Да я не понимаю! Да все, их здесь нету, я вам говорю. Здесь уже просто, ну, нету. О, блин, вообще в самом центре была. Смотрите, вот здесь вот есть эта решетка на палочке, а здесь ее нету. Окей. О, на спанчбобе, блин, вот это они ее скрыли. Посмотрите, вот здесь это пятно валючья есть, а здесь этого пятна нету. Я нашел 8, еще 2 нужно найти. Ох, ребята, я не знаю, где это искать. Как это возможно? Да я сканирую все. Может, на Сквидворде где-то по приколу вставили, нет? Вот эти точки все на месте? Да, вроде бы все. Здесь вот много всяких овощей для бургера, ну неужели здесь тоже, ну, ничего не вставят? Пожалуйста. О, нашел! Нету одной штуки для конфорки. Это 9 и осталось последнее. Не, я больше не знаю, ребят. Это невозможно. Ну, значит, их здесь 9. Десятой здесь нету. Ну, дым одинаковый, листик одинаковый, котлеты лежат одинаковые. Помидоры. Помидоры, посмотрите! Опа, нашел! Фух, решил задачку для первоклассников. Окей, 10 отличий нашли. Кстати, ребята, есть важная новость. Сейчас платформа Сферум проводит креативный конкурс для школьников. На платформе можно ходить на онлайн-уроки, смотреть трансляции и делиться материалом для домашних заданий. А еще общаться в чатах с одноклассниками и учителями. И в этих чатах не хватало одного. Крутых стикер-паков! Поэтому платформа проводит конкурс идей для стикеров или даже целых наборов, которые появятся во всех чатах Сферума. Чтобы стать участником, вам нужно. Первое. Придумать идею своего стикера или целого стикер-пака. Второе. Это нарисовать свой вариант стикера или стикеров. Можно делать это просто на бумаге, либо в виде цифрового скетча. По факту, даже в пейнте можно нарисовать свои стикеры. Главное иметь идею. И третье. Опубликовать свою работу в одну из соцсетей. Вконтакте, Тикток или Инстаграм с хэштегом Мой Сферу. 30 апреля платформа назовет 10 победителей, которые получат по умной колонке капсула мини и новенькому Apple iPad Air. Условия и сайт с конкурсом в описании. Итак, следующая картинка у нас с Бравл Старсом. Добрый день. По-моему, здесь 5 отличий. Давайте искать. Я уже вижу сердечко, сердечко. Опа, нашел. Одно нашли, супер. Окей, двигаемся дальше. Ну что, Спайк, что у тебя здесь? Нашел, под глазом фингала нету. Вот здесь вот раз, а здесь вот есть. Так, что тут дальше? Может быть на сакуре какие-то вопросики? Здесь листья такие, здесь такие. Так, чайник, чайник вроде бы в порядке. Ага, окей. Камни на месте, камни на месте. Здесь какая-то доска, она тоже на месте. Блин, может быть вот этих вот бубенцов не хватает? Да нет, хватает. Блин, где? Где? Как найти отличие? Как? Это вообще реально? Облака. Облака тоже, в принципе, все окей. А, нет, чайник не в порядке. Здесь сердечки, смотрите. Оп, здесь есть, а здесь нету. Окей. Три нашел, еще два где-то найти. А где? Здесь нету, нету, я вам отвечаю. С глазами все в порядке, жилетка в порядке, тапочки в порядке. А, нашел, смотрите, сзади Дэрил стоит. Опа, а здесь он такой, типа, просто как бочка. Все, я понял, без лица. Окей, четыре, осталось пятое. Ну это тупо нереально, ребята. Это просто, ну, невозможно найти. Ну все, ну здесь просто его нету, я не знаю. Нет отличий, оно не отличается. Еще раз, Сакура в порядке. Дэрил, все, обнаружили. Ах, бубенцы у него, смотрите. Этот не закрашенный, а здесь закрасили. Ну как это возможно? Блин, если бы ролик не нарезался, он бы длился реально час. Чтобы вы понимали, я эту запись пишу 35 минут. Я 35 минут ищу, просто сижу, отличие. Офигеть. Следующая картинка вот такая, с героями известного мультсериала. Если вы знаете, что это за мультик, напишите в комментах. Кстати, реально интересно, знаете или нет? Напишите в комментариях. А мы погнали искать отличие. Я вижу сразу вот тут вот в облачке отличие. Оп, а здесь его нету. Хорошо, первая пошла хорошо. Еще 9 нужно найти. Так, глаза Гомера, все хорошо. Так, ухо в порядке, волос нормально все. Тут хлопья, все хорошо. Соска на месте. Нашел бантик, не на месте, смотрите. Бантика нету, все, окей. Э, кстати, почему здесь не Барт Симпсон? Что за фигня? Ладно, не важно, я нашел еще одно отличие. Вот здесь вот нету желтой полоски на кроссовочке. 3 из 10, капец, я не знаю, где их искать. Опа, еще одну, нашел, смотрите. Вот здесь вот есть ожерелье, а вот здесь вот нету. Так, 4 из 10, хорошо. Так, надо искать, надо искать, надо искать. Кот вроде бы в порядке. Хорошо, идем дальше. Собака в порядке, это в порядке. Тут глаза, все нормально, челюсть, зубы, все хорошо. Я не знаю, где искать. Нет, нашел. Смотрите, здесь вот розовое, а здесь вот синее. А, меня не проведешь. 5 из 10. О, нашел, нос у кота. Оп, а здесь его нету, вообще кот без носа, это смешно. Хотя, блин, я не знаю, отличие это или нет. Смотрите, вот здесь вот угол, край, вот он уходит уже за картинку, а здесь еще нет. Ну будем считать за отличие, ну реально, отличается же. 7 из 10, ну блин, где мне найти еще 3? Я не понимаю. Точно, смотрите, одного гвоздика не хватает. 8 из 10 нашел. Отлично, идем. Ребят, я тупой. Здесь два паруса на корабле, а здесь один. Я только сейчас это заметил. Окей, 9 из 10, 10 отличие. Блин, а давайте 10 отличие найдете вы. Я не буду искать, а если вы нашли, напишите в комментах, где вы ее нашли, потому что, ну, мне кажется, я ее не найду. Так, теперь отличие у Человека-паука. Ну, здесь это просто, мне кажется, невозможно. Хотя первое отличие я уже вижу. Йоу, ребята, нормально начали. Так, смотрите, вот здесь вот есть паутинка, а здесь вот паутинки нету. С Попой у Человека-паука все в порядке. Руки, ноги, все хорошо. С пяткой, может быть, с пяткой есть проблемы? Нет, с пяткой все хорошо. Пальцы на месте. Опа, нашел, нашел. Здесь лапы у Паука нету, а здесь есть. Точнее, наоборот, блин. Ну, вы поняли. Нашел еще одну. Сотрите, здесь есть крыло от чайки, а здесь такой штуки нет. Окей. Что тут может быть еще? Облака вроде бы в порядке. Еще одну чайку замазали. Вот это козлы, блин. Раз, два, три, четыре. Четыре отличия. А где еще? Все, уже больше нету. Все, не найдешь никак. Нет, нашел. Смотрите, вот здесь вот есть черная полоса на глазике, а здесь такой нету. Блин, вот это спрятали, конечно. Замазали вообще какую-то маленькую-маленькую точку вот здесь вот, а здесь она есть. Офигеть. Соединение просто замазали. Так, шесть. На ноге, кстати, вижу, смотрите. Здесь есть вот этот уход вниз, а здесь нету. Семь. Вот, смотрите, три полоски опять закрасили. Офигеть, что они доколебуются на этих трех полосок? Так, восемь. На локте. Девятую нашел на локте. Здесь нету, а здесь есть. Офигеть. И последняя. И посмотрите, где была последняя. Офигеть. Я уже устал ее искать. Просто какая-то маленькая черточка. Капец, я еле-еле это выполнил. И начинается самый сложный уровень. Это самое тяжелое. Найди 10 отличий, которые я видел вообще. Вот, посмотрите. Мне здесь нужно найти 10 отличий. Что? Нашел одно, прикиньте сразу. Просто курсор рядом стоял. Вот здесь вот утенок есть, а здесь его нету. Окей. Погнали. Все, я ищу, я ищу, я ищу, я ищу. Провожу анализ каждого пикселя. Здесь все окей. Жаба на месте. Блин, это нереально. Это просто нереально. Я не дойду здесь никогда отличия. О, нашел. Стоять. Жаба. Вот здесь вот жабы на камне нет, а здесь есть. Я нашел отличия. Жаба, блин, упрыгнула. О, нашел еще что-то. Купюроприемник вот здесь вот есть, а здесь нету. Ух ты, блин. Вот здесь вот рыба большая, а тут маленькая. Ну, капец, как это можно заметить вообще? Так, о, бантик, смотрите. Вот здесь бантик есть, а здесь бантика нету. Ребят, прошло где-то 5 минут, и я нашел одно отличие. Но это просто нереально. Я уверен, вы его точно не заметили. Вот здесь вот у гусеныша есть кепка, а здесь ее нету. Капец, как это было возможно найти? Вы что, прикалываетесь? Нашел седьмое отличие, смотрите, здесь глаза такие, как будто он какает. А здесь все нормально. Нашел еще одно. Да ладно, поперл? Смотрите, здесь букашка есть, а здесь нету. Восемь. Да ладно, неужели я сейчас найду все? Нашел девятую, смотрите, наконец-то. Фу, змея есть, змеи нету. Блин, вот это меня вымотало, капец. Девятая, ну а десятую все, я не знаю. Ну, я здесь все проверил, все прям совпадает. Фу, ребят, нашел, я нашел, смотрите. Вот здесь вот синяя банка, а вот здесь у этого быка вонючая красная банка. Наконец-то, господи, наконец-то, спасибо. У-у, это было очень трудно. Все, не могу, я не могу. Все, хватит, хватит с меня. Это было очень трудно. Я надеюсь, что вы меня, ну, не сильно ненавидите. Если вы досмотрели ролик до конца, обязательно напишите об этом в комментарии. Поставьте лайк под этим видео, подпишитесь на этот канал. С вами был Глент, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok